я решил вам ну я подумал дать ему давать вам стримы стримы в ноде это вот частая тема реально частая работа с файлами работа там с какими-то сокетами там туда-сюда я думал вам дать стрим но подумал типа дайте вам его на примере файлов и подумал файлы загрузка файлов типа надо будет зацепить тему файл потом подумал файлы и аякс надо будет рассказать про аякс потом такой типа стилизация инпута файл думаю надо рассказать я решил рассказать вам про файлы про файлы и загрузку файлов вот если будет достаточно времени то расскажу и про стрим но это знаете это как бы для ноды если вам повезет работать с нодой то да это вам будет полезно но чаще скорее всего вы пойдете на джейсера и скорее всего пойдете на фронтендера и с файлами вы по любому стыкнетесь поэтому я считаю что на данном этапе про файлы вам более более будет полезно чем про стримы в ноде но тема со стримами я думал задеть тему со стримами и рассказать про это хватит одной достаточно чувак заработаешь сахарный диабет чувак что значит навряд ли ты видел себя на такую массу столько сахара чего задумайся реально просто пробей профилактика там сахарного диабета нельзя нельзя чувак сахарный диабет это это я потом вообще сахара есть не будет что понял ты сейчас обжираешься подумал вообще не есть да так хай проверится может у него уже там так значит 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 давайте откроем что-нибудь и откроем давайте сразу индекс значит файлы вот самая ну естественно вам когда-то дадут задачу по загрузке файлов у нас есть два подхода первое это тупо самый простой мы добавляем в форму input с типом файл да так это мы оставим так форму input type равен файл чек action нам не нужен так input файл так и потом по умолчанию работает как submit кнопка которая отсылает с то есть если вы не указали type button то она у нее будет type submit по умолчанию оплат вот значит это самый простой способ и собственно а да естественно конечно же нам нужно указать name чтобы серверной стороны этот файл приняли как то ну я не знаю например мы будем отправлять лоху вот и и второй момент это нам нужно указать каким способом мы будем кодировать наши данные вспоминайте то есть когда-то я вам рассказывал как через аякс можно отправлять данные можно отправлять уру кодировкой да а больше ну джесоном или в принципе любым другим способом то есть вам просто в content type нужно указать каким тип какой типов данных вы отправляете а по сути вы можете отправлять и csv и все что хотите вот но вам нужно просто указать для сервера чтобы он понимал что это вообще что за фигня в теле вот и собственно в нашем случае урл кодирует то есть по умолчанию форма всегда работает она урл кодирует то есть name равно значение и это анкерсант name равно значение и отправлять мы можем только строки по сути вот это в стандарте в стандарте json нету вот а есть естественно это указывается атрибутом method ой сорян не method это get боже мой тихо как же там оно блин а я забыл я думал да это get post а кодировка блин контент блин я забыл а блин я забыл энктайп о да энктайп отлично и нам нужен а вот видите аппликейшн в форму лэнкод это урл кодировка то что я говорил мультипартформ дата и текст плейн вот ну собственно нам нужен мультипартформ дата что это значит что значит мультипартформ дата мультипарт это специальный способ отправки данных и он выглядит вы можете этим способом отправлять не только файлы а можете отправлять в принципе любые данные вот и там в чем фишка почему мультипарт типа мульти части что каждый 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 параметр он отправляется в отдельном таком в отдельных в отдельной такой части и в каждой из этих частей мы можем указать как что что в нем за кодировка то есть например файлы мы можем отправлять там base64 то есть там в начале там идет так ну я вам сейчас покажу что там в начале идет такой типа у каждой части там есть такой типа заголовок что контентайп у этой части там например base64 кто не знает что такое base64 это способ кодирования бинарных данных в тексте то есть это универсальный способ который есть практически наверно во всех языках платформах и всем на свете это способ передачи бинарных данных в тексте это не раньше то что когда модем передавали потом типа что? когда ты диалаб передавали так то они получаются диалаб чувак это ты из какой то своей вот той вот своих вот этих ардуино диалаб а знаете это диалаб я их первого знаю чувак и не из той параметки то есть просто это способ ну кодировки то есть как превратить бинарную последовательность абсолютно любую картинку pdf все что угодно превратить в текст в огромную такую текстовую строку то есть потому что часто нужно что вы можете там передавать только текст по какому-то каналу только текст как передать бинарную превратить base64 и просто что с той стороны люди тоже должны знают что это base64 и естественно обратно они смогут декодировать эту эту фигню обратно в бинарные данные вот и собственно чаще всего так и отправляют ну там можно по-моему там я не помню там есть разные по-моему там около трех способов как вот превратить собственно бинарные данные в какой-то удобовременный формат вот ну собственно указывается как говорится что оно будет по имени то есть обратиться к этому этой части можно по имени там вот в нашем случае это будет лого ну и дальше идет этот сами данные там base64 кодировка или еще что-то соответственно на сервере это все оно принимается тоже по частям вот и каждую часть что типа ага вот один файл base64 вот второй файл вот там я не знаю просто какой-то параметр вот это собственно простой самый универсальный способ да то есть мы просто делаем submit страница перезагружается да и это и с ней и отправляются там вот значит как нам сделать то же самое но чтобы страница не перезагружалась значит давайте зайдем наш об так вот это все нам не надо значит первое что вам нужно знать это то что в импуте есть свойства files вот ну надо посмотреть с какой версии браузеров она начала поддержку то есть да наверное давайте сразу так старые браузеры как сделать отправку файлов в старых браузеров то есть те которые собственно не поддерживают отправку файлов аяксом вот в них делают такие хаки как создают айфрейм все знают что такое файл ты не знаешь что такое фрейм? о боже мой парень, ты вообще тэггит знаешь сейчас такое тэгг? тэггит знаю тэггит чувак айфрейм это фрейм знаю что такое? чего даже фреймы не знаешь что такое? знаю iphone implies авпакетом тэгфрейм да 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 айфрейм айфрейм это способ вставить абсолютно левую страницу на твою страницу то есть айфрейм он выглядит сейчас я ему покажу сейчас я ему покажу ты пишу так вот айфрейм говоришь ему серси и дальше абсолютно левую страницу например кттп с 2 до числа слэш ю тубы . открываю правда ему ширину и высоту не указал а он наверное запрещать ну сайты могут выкупать что они находятся в айфрейме надо что-то попроще а давайте тот же эхо.js сейчас туда в пиндюрим эхо.js глубоко насрать на это дело ну youtube он запрещает потому что ну потому что у него там реклама все дела а вы берете вырезаете а что такое а наверное из-за того что у меня сайт наверняка мне какой-то месседж шоу месседжес refuse to display in a frame because it's set x frame options to same origin а это короче в современных до современных браузерах добавили всякие security штуки что это это он открывает да это эхо.js тоже запретили они в в хедере в ответе присылают вот такой вот хедер x frame options same origin который говорит что данный сайт можно открывать только только на страницах и айфреймах то одного и того же домина соответственно и chrome просто следуя этой либо просто убрать этот хедер у них ну короче но суть ты понял что тут появится другой другой сайт вот собственно мы можем тот же самую страницу чтобы рекурсия началась но такое дело вот и суть в том что как можно сделать сабмит формы обычный сабмит без этого без перезагрузки страницы это создать где-то спрятанный эйфрейм скопировать в него эту форму и собственно засобмитить ее внутри этого эйфрейма то есть внутри эйфрейма она перезагрузится вернется результат вот и ты этот результат собственно из эйфрейма обратно вернешь в свой скрип и этим занимается это такое вот дело это может тебе сделать jquery аякс форм вот плагин до этого вот что ready вот просто оборачиваете берете по айтишке форма x форм и короче этот ну и там у него куча всяких настроек что типа там по сабмиту ля-ля-ля то поля ну и собственно он так делает то есть создает это что вот эта штука она работает будет работать в абсолютно всех старых новых браузеров безразлично вот тут у него куча всяких полезных настроек работает стабильно четко без всяких проблем вот то есть вы со своей стороны по сабмиту можете спокойно возвращать джесона джесон прокинет вам в соке с вашу функцию и все дела все замечательно вот но в современном мире появились более универсальные способы как сделать аякс сабмит формы без вот таких вот всяких хаков в виде в айфрейме собственно что нам нужно нам даже не нужен тег форм нам нужен тупо input файл и все вообще больше ничего не нужно так name ему не нужен все это вообще нафиг не нужно и айдишка ну если ты сможешь заселектить input без айдишки то и айдишка не нужно ну чувак вопрос просто достучаться до инпута как ты на него достутишься это уже твои проблемы хочешь так хочешь сяк вообще пофигу значит ну давайте пока оставим значит нам нужно нам нужно показать что у него есть значит у нас у нас jQuery нету кстати в хроме по умолчанию есть функция $ к которой можно обратиться по-моему вот так да и он возвращает просто нативный вот значит и у него есть files как видите это снова это не массив это E который эмулирует массив а хотя давайте проверим proto-ill-list он просто эмулирует эмулирует массив он да он наследуется от объектов вот ну собственно в нем потому что в импуте давайте посмотрим JSON inputfile HTML чтение веб-беб-беб-беб-беб-беб-беб-беб-беб-беб использование файла веб-бебве сейчас HTML book HTML book input 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 оп Я хотел input file, alt, disable, ааа, блин, что ж ты такой быстрый? input file, загрузка файлов, атрибут accept, ого, атрибут multiple. То есть, если мы добавляем атрибут multiple, это значит, что мы в файл можем вставить несколько файлов, по умолчанию это один, а если добавим атрибут multiple, то можем указать несколько, и соответственно, files, поэтому files это массив, то есть по умолчанию там всегда будет либо 0, либо 1 элемент, а если вы добавляете атрибут, там будет несколько, вот, и значит, да, собственно, давайте выберем. выберем что-нибудь, смотрим, значит, 0 файл, и что у нас есть, size в байтах, name, last modified, last modified, type, ну, естественно, текст, если он понимает, что это такое, webkit, relative path, я даже не знаю, что это такое. Но вот этих вот, в основном, name и size будет достаточно, то есть, как минимум по расширению вы можете понять, что это за тип файла, то есть, type, как бы, если вы сможете раздуплить, что это за тип по такому формату, text, slash, там, csv. например, давайте mp3 какой-нибудь откроем, music, я не знаю, что это такое, yes, man, please, не знаю, чик, чик, аудио mp3, нормально, читаемо, ну, такое, значит, следующее, что мы можем с этим делать, естественно, ну, ладно, это потом, значит, и теперь, чтобы нам отправить, у нас jQuery нету, ну, и да ладно, тогда вас, в принципе, если вы пользуетесь jQuery, потому что, ну, правда, становится немножко странно, потом, в общем, ладно, будем сейчас по-простому, значит, давайте все-таки через jQuery, чтобы отправить через jQuery, вам нужно будет вот так вот написать, аякс, обычный мы get и этот не получится, потому что нужно будет указать, что не нужно преобразовывать данные, которые вы передаете, а, да, я же не не начал с самого главного, первое, что вам нужно сделать, это, собственно, мы берем выделенный файл, да, то есть, ну, давайте сделаем, не, давайте подключим долбанное jQuery, и не будем мучиться с этим вот, нативным, сейчас я его подключу, как там оно, так, копим, так, скрипт, чик, значит, тут мы делаем, хорошо бы, конечно, все в самую вызывающуюся функцию засунуть, чтобы у нас не было глобальных функций, значит, ctrl-v, так, давайте уже сделаем все сразу, сразу круто, давайте я вот сюда добавлю id, по клику на ней мы будем делать всю нашу магию, значит, что мы делаем, так, первым делом нам нужно взять файл, то есть мы можем сказать это вот так, проб файл, берем первый, который первый в нем, вы же понимаете, что такое проб файл, да, то есть проб файл, это замена вот такой вот, вот такой вот лабуде, get 0, то есть взять нативный элемент, взять у него tfiles, вот так, чтобы не писать вот так, все же знают, что такое, что такое, get 0, это взять первый нативный элемент в массиве jQuery, вместо этого мы делаем проще, проб файл, 0, значит, берем первый файл, который у нас в импуте, и следующим нам нужно создать вот эту вот мультипарт структуру, значит, то есть нам нужно сказать, как именем, под каким именем будет оно отправляться, что будет отправляться и так далее и тому подобное, и для этого люди придумали вот такой вот API, это называется формдата, то есть глобальный класс, называем varData, формдата, присвоить new form, формдата, видите, html5, чик, почитать сразу про него можно, jessformdata, естественно developer mozilla, formdata, и вот тут вот, вот тут вот почему-то очень мало про него, что-то написано, важно перевести это, а, вот, методы, самый важный, который нам нужен, это append, значит, мы, то есть это data, и мы теперь в нее начинаем добавлять наши данные, и мы можем написать вот так вот, data.append, собственно, какой-нибудь name, да, например, logo, дает файл, чик, дальше мы можем добавлять, например, еще какие-то штуки, да, там, не важно, что-то, что-то, ну и так далее, числа, строки, если вы передадите JSON, ну, объект, скорее всего он превратит его в строку, да, наверное, с JSON, то нужно этот, оно интересно, кстати, input value file name, ничего себе, это файл, который будет отправлено в серверу, value, значение поле в варианте с двумя параметрами, является US stream, если значение является строкой, то оно будет в нее конвертировано, вот то, что я говорил, стрима параметра, это может быть блок, файл, или, и снова, если один из них не указан в значении, то оно будет конвертировано в строку, пустота возвращает, это блок, блок, файл прошел, провер, который, например, интересно, а нафига они, я что-то не понял, вот они отправляют файл и отправляют имя в файл, ну это реально сервер, когда вы проверили, как второй параметр, стандартный имя файл для блога, ааа, типа, если мы, ну, одно дело, когда мы отправляем файл, и в нем уже есть имя, а другое дело, если бы мы передавали, ну, просто бинарные данные, блок-массив, этого он еще не рассказывал, ну, типа, то ему нужно, типа, добавить имя, ну, типа, а в файле и так есть имя, вот, собственно, да, передавать мы можем только строки, поэтому единица превратится в строку, объект превратится в строку и так далее и тому подобное, вот, и потом, чтобы отправить, мы говорим, естественно, type host data data и тут ой, блин аааа не по тем клавишам жгу и вот тут вот дальше по умолчанию jQuery он конвертирует данные по умолчанию в URL-кодировку, если вы там настроили, то он в JSON его превратит, вот, в нашем же случае data это объект, который уже сам по себе, как бы, браузер знает, что с ним делать, ну, потому что внутри jQuery все равно используют браузерные всякие объекты для отправки этого всего дела, вот, и поэтому нам нужно сказать jQuery, что ничего с этим объектом не делай, просто передай его в нативный, этот, request объект, и он знает, что с ним делать, вот, и для этого нам нужно сказать, сейчас jQuery . если я не значит content type files и prepare data files да, вот видите, application видите, вот то есть по умолчанию он вот эта штука и он, естественно, подготавливает ваш объект как URL-кодировку, но мы можем сказать, вот, boolean значит, мы говорим content type фэлс фэлс вот хотя, возможно, ему можно и не говорить и скорее prep не prep блин типа а как же оно там второй content type convert cross data 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 type string а может data type техникал а а а а а а а а и а и а и а а и а I want to send DOM document or the non-processed data set false Возможно, content-type false можно и не ставить. Сейчас проверим Processed data false Вот эта штука отвечает за то, чтобы преобразовать объект data в нужный нам тип Вот И всё И всё А, естественно, uru Метод post Уру Ну куда-то куда надо Я не знаю Не знаю Оплот какой-нибудь Вот файл Оплотмо Вот И всё И давай Тык Что убирает Define Что? Что? Define Is not defined А jQuery, наверное, требует этот ctn jQuery А, Core Я скопировал Core Ёшкин Core Нафига мне Core Сориант Да Точно Точно Чек Выбираем чё-то Значит, смотрим Network Upload А, да, потому что Он же находится в форме И это же submit Type button Чтобы он ничего не делал Чик Ну понятно, что у нас сейчас upload logo нету Но всё равно Понятно, что он скажет 404 Типа not found Но интересно вот посмотреть именно на вот эту штуку Вот Вот То есть, видите, вот что значит Multipartform Data Вот это вот Уникальный идентификатор Тут где-то, короче, в этих В хедерах Вот ContentMultipartformData Boundary И вот всё Вот этот ключ Длин, да видите Какой-то WebKit Boundary Чё-то там И вот каждая часть Отделяется вот этим boundary И последний Вот ContentDispositionFormData Name FileName ContentType Ну понятно, что он тут не показывает Типа его Эту всю фигню Вот Дальше Name ASD ContentDispositionFormData FormData Ну видите, и вот так вот он короче И Но И соответственно на сервере Это дело принимают И как-то его обрабатывают И вот тут, кстати Очень важно Очерёдность Параметров Вот Я из своей практики Значит Заметил, что Лучше, когда Все какие-то Какие-то там Параметры Ну именно По которым Я не знаю Мы найдём какую-нибудь Сущность в базе Туда-сюда Что их сначала спереди Надо все напихать А файл уже в самом конце Потому что Как правило Там нужны Айдеишники Сначала Делать подготовительные Какие-то работы А потом уже Начинают работу с файл И вообще Прежде чем вообще Даже загружать файл Нужно проверить Что типа А это вообще Это разрешено тебе Или ещё что-то Какой-то размер файла Типа А какое ему имя дать Или ещё что-нибудь То есть Очень важно сначала Позабивать Все данные А потом уже в конце Чтобы шли файлы Потому что Если идёт в начале файл То как правило Фишка в том Что По крайней мере На ноде Они Обрабатывают файлы Ну то есть Начало сейчас файла Он начал её загружать Начал загружать Нужно её куда-то сохранить Какое дать ему имя А вы такие типа Блин Мне чтобы дать ему имя Нужны другие параметры Понимаете Типа И тут начинается проблема Вот Поэтому лучше Сначала добавлять этот И отправлять Ну и собственно А ну давайте попробуем Не указывать Контент-тайп Он выпупит Он сделает Как нам нужно Выберем файл Оплот Урлэнкодед Не сделал так как нужно Так и нужно Возможно Нужно указать вручную Типа Мультипарт Формдата Бла-бла-бла Или ещё какая-то фигня Но видите Не сработало Надо Контент-тайпфайл Процесс дата Как раз Вот Ну соответственно Мы можем Кучу файлов Подобавлять Да То есть Это же массив Добавляйте весь массив По именам Делайте с ними что хотите Вот Давайте сразу скажу С помощью чего Можно На ноде Принять Этот файл Вот Если Помните То в экспрессе По умолчанию Мы подключаем Модуль BodyParser Который Подключаем К Экспрессу В виде Экспресс Ну там App. Use BodyParser Урлэнкодед Кто Не знает Метод Use В экспрессе Что он делает Он Значит Запрос В виде Реквеста Респонза Он сначала проходит По всем вот этим Use То есть Use Это значит Что пропустить Через эту функцию Request Response Вне зависимости от того Какая Урла То есть Когда вы пишете App.get Урла Это как фильтр Что выполнять эту функцию Только Когда будет Метод И когда Урла Будет подходить По этому условию А когда вы говорите Use Это значит Что пропускать Через него Всегда И как правило Функция же получает Request Response И Next Когда вы вызываете Next Это значит Что Эта функция Просто Как-то Что-то изменила И дальше Пошло И собственно Урлэнкодед Он что делает Он из тела Запроса Он проверяет Что если Content Type Это Уру Кодировка То Нужно Body Распарсить Как Уру Кодировку И в поле Body Реквеста Добавить объект Распарсен Урлэнкодед У него Body Парсера Есть JSON Что смотришь Если Content Type То надо парсить так Вот В нашем Мультипарт Он не парсит Он не умеет его парсить И для того Чтобы Получить данные С Content Type Мультипарт Нам нужен модуль Очень стандартный Который называется MULTER NPM MULTER Chinese Вот Ну и собственно Вот как он выглядит Мультипарт Мультипарт Да Вы берете просто Мультипарт Почему я его Не использую сразу В Use Потому что Как правило Загрузка файлов Она Она Значит Если бы мы его просто сказали Типа Up.use Ну MULTER То это значило бы Ну Во-первых Это излишне Потому что Как правило Файлы загружают Ну в двух-трех местах Всего приложения Нафига его прогонять 100 раз через функцию Который будет проверять А это контент А это оно А это оно Вот И Ну и да И чтобы просто Тупо люди Там Кто-то не смог Запостить на эту Урлу Другим Контент-тайпом И просто залить вам файл Просто так Потому что MULTER Он сразу пытается Сохранить этот файл Если он закупает Что это какой-то контент-тайп Он сразу пытается его сохранить Значит Поэтому Что нужно делать Экспресс Он Дает вам возможность Указывать Несколько функций Которые обрабатывают Этот запрос Что это значит То есть Стандартно Аппост урла Это фильтр Что Выполнять Следующие Функции В действительности Функции Только если Метод будет Пост Урла Подходит Под наше правило И он выполняет Все последующие Через запятую Функции Если И фишка в том Что Следующее Выполнится Только если Вот в этой функции То есть сингл Он возвращает функцию Только если Вот эта функция Вызовет третий параметр Next То есть все функции Получают Request Респонс И функцию Next Если Вот эта функция Next Не вызовет То выполнение Так на ней Останется Если Она скажет Респонс Точка Send Или Джессон Отправит Какой-то результат То тоже Все Остальные функции То есть Эта функция Работает Как фильтр Как маппер Который Что-то Может сделать Значит Нужно сейчас Короче Распарсить Body Мультипарт Кодировкой И начать что-то делать Вот Собственно По умолчанию У него есть Настроечки Типа Сразу сохранять В такую-то папку Эти Файлы Которые будут приходить Как правило По-моему Он сохраняет Не оригинальное имя А Создает Уникальную строку Чтобы они Не перезатирались Вот Значит И у вас В реквесте Вот они тут комментарии И в реквест Добавляют массив Ну если это один То будет Один А если там много То будет собственно Массив Файлс А вот За это отвечает Какой вы используете метод Если вы говорите Сингл И имя В котором будет файл То есть в нашем случае Это лого То собственно Будет реквест Файлс И в нем Будет Все данные Имя Путь Размер То есть Делайте дальше С ним все Что хотите Вот В этом файле Вот Если вы говорите Что это массив То есть У вас например Я правда не знаю Что такое 12 Не знаю То есть Вы можете сказать Что у меня там куча файлов Я передаю Такой файл Такой файл Третий файл И собственно Это будет тогда массив файлов Ну и тут куча разных настроечек Вот В принципе Самое важное Это значит Какая информация В объекте файл То есть Field name Это в каком поле Было передано Original name Это Имя С этого С компьютера Ну и короче И так далее Вот И что вам нужно знать Это значит Какой Storage Сейчас Надо Мультер Storage Вот Значит У него У мультера Есть настройка Storage Типа Что делать Что делать С файлами То есть Мультер Он просто Декодирует данные А дальше Что с этим файлом делать Вы можете сохранить На диск Можете Не знаю Куда-нибудь В базу Отправлять Куда-то Ну и он сразу По умолчанию Вам дает Disk storage В котором вам нужны По сути Две настройки Это destination Это Путь Куда Ложить файлы И file name Это Если вы хотите Переименовать Ну то есть Задать ему Какое-то конкретное имя И вот тут я говорил Что вот Реквести на этот момент Будут доступны только те поля Которые Есть до До файла Которые вы сказали Append до файла Вот То есть те что после Еще не доступны Потому что он Ну в потоке Дошел Чик Указал Если вы destination Вы можете указать как функции Если вам нужно Как-то перекалькулировать Вот А нет То можно просто строкой Просто строкой Что в такой-то файл В такой-то пап Почему Ну Если вы вспомните То в ноде Подход такой Что в callback Первый параметр Это всегда Error Если его нет То вы передаете Ну а дальше Уже все остальное Ну и соответственно Если вы передаете Ну это значит Что все хорошо А если что-то нехорошо То есть что-то вам не нравится Не подходит Размер Или еще что-то Параметры не те То вы сюда впихиваете NewError И соответственно Мультер не будет ничего делать Он просто Свалит Ошибку Вот А хотите Можете сами Просто перед Мультером Поставить еще одну Функцию Которая сначала Валидирует Как-то параметры Там не знаю Ну правда Вам еще не будут Доступны Именно Мультипад параметры Но например Будут в URL Урл строке параметры Доступны В виде Request.query Вот И там например Что-то провалидируете Если вам что-то не нравится Просто Не вызывать Функцию next А сразу сказать Ну и так далее То есть я вам показал Что вот DiskStorage Файл И вот тут Там Сингл Или Аррей Или Филс А Макс Каунт А Типа в одном Филде может Может быть Массив По-моему Если вы указываете Имя И в конце Ставите квадратные дужки То есть открываете Закрываете То это подразумевает Что это массив Типа Вы можете сказать Лого Квадратные дужки И тогда он будет Воспринимать это Как массив И тогда вот он Типа вы говорите Array field name А можете Fields То есть вам нужно Каждый раз Новое имя Давать Как-то так Ну короче Там нужно будет Проэкспериментировать Вот Ну и снова Такие То есть Вы создаете Storage Передаете его Мультер upload А потом У этого upload Вызываете Вот Один из вот этих Методов SingleArrayFields Который возвращает Функцию Которую Вы передаете Уже В Три этапа Кажется Блин Многовато Но Реально Они Все Себя Объясняют Что делать С файлом Создание Типа Объекта И уже Из него Как минимум Его можно сократить Сделать свою Какую-то Утилиту Которая Принимает Просто Имя Поле И Например Destination И все И она сразу Будет возвращать Ну такое дело В общем Мультер Можете с ним поиграться Посмотреть Как он работает Стандартная штука Вот Значит Отправка Все Все Вот этого Достаточно Для того Чтобы Отправлять Аяксом Файлы И получать Какой-то Результат В виде Джессона Все дела То есть Зен Пишите Зен И получаете Какой-то Результат И так далее Вот Что еще Нужно знать Про файлы Частая проблема Это Стилизация Инпут файл Как Инпут файл Никак не стилизуется Поехали дальше Шутка Шутка У вас Табличка Шутка Вот Эта Фигня Никак не стилизуется Но Как мы ее можем Застилизовать Ее никак Но мы можем Застилизовать Тег Лейбл У лейбла Есть Замечательные Свойства Которые доступны Со времен Царя Гороха Вот Значит Мы Делаем Вот так Пишем Лейбл Добавляем For Test Вот Тут Сюда Пишем Choose File И что мы получаем Что мы можем кликнуть Вот сюда По лейблу И он открывает нам Input файл В чем фишка В том Что лейбл С атрибутом For Куда вы передаете IDшник Для кого Как правило Для импута То клик по лейблу Делает клик по импуту Вот такой странный прикол Который доступен вообще во всех браузерах Вот И Потом вскрыть Да И все что А Да С инбоксами С радиобатонами Чтобы не только на ячейку нажимать А именно на слово можно нажимать Да Можно С лейблами и радиобатонами Можно Не делать For А Да То есть Обернуть Чекбокс Текст Это хороший тон Вот так вот делать Потому что чаще всего люди будут клицать по тексту Вот И Значит Нам Дальше Ну Тут мы Обернуть Ну Проще Делать Вот так И сяк В принципе Работает по-всякому Вот И теперь Все что нам нужно Это спрятать Наш этот Наш вот этот Input Hide Input File Так И Давайте Где-нибудь Вот тут Сделаем А у нас есть SS Подожди Так И Вот тут мы напишем HideInFile Дай бог памяти Как же Там Как же Не Не Дисплей Нон Мы не можем сделать Там короче что делают Visibility 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 Он просто сделает Все равно что Опасить иной Но существовать он будет И по нему Клипснуть можете Там целый А ну сейчас Этого мало Значит Что я там писал А ну титра Фондатэк Сейчас Сейчас А ну Hide Input File Make Input Button Где, 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 что? High Text Filting HTML PowerPoint Не, 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 так Не, 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 блин Есть статья, блин Короче, там ее можно найти Там, по-моему, они делают Ну, естественно Опасити 0 Они делают По-моему, они делают Hate 1px Bydze, по-моему 1px По-моему, возможно И такой Там, по-моему, целый набор этих свойств Но, по-моему, уже вот этого будет достаточно Вася, видите Ужимаем Да Да Вот там И вот, собственно Он просто уходит Вообще Розетки тоже В Экономике Да Ну, да, наверное Position Fixed Ну, короче Суть в том, что Его Его Display Non Ему нельзя говорить То есть, он должен существовать И чек И все А дальше Label Это обычный Блоковый файл Делайте с ним все, что захотите То есть Display Online Block Display Block И все И стилизуйте Делайте с ним Все, что захотите Причем Там Его же можно делать Реально Как кнопку Там Hover Focus Active Все на свете Вот С Input Input Чекбокс Кстати Там Можно делать Даже Переключатели Полноценные Благодаря Этому Свойству CheckIt В KSS Есть Псевдокласс CheckIt И мы можем Да, 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 да Сейчас KSS Input CheckBock Switch CheckBock Switch А Ну Это Халимы Есть Красивее Но Суть Такова Что Этот Что Они Используют Что Давайте Сейчас Посмотрим Значит Before Input Что Они сделали Класс For Естественно Этот Input И Шо Они делают Что Значит Что Они делают Да 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 After 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 Блин Где оно? Короче Они используют Этот Они используют Во-первых CheckIt То есть Если Если бы Вот это У нас был Input CheckBock То Label Да Только Надо Перевернуть Надо Написать Input CheckIt Тильда Label И Стилюйте Типа По Умолчанию Label Такой-то Стиль А Когда Перед Ним Есть Input CheckIt То есть Вот Эта штука Это значит Что Все остальные Соседи И Вот Когда Тут Input CheckIt То Лейбл Клицает По Чекбоксу Меняют То У него Вот Этот CheckIt То Появляется То Исчезает И Соответственно Лейбл А как делают Анимацию Что Это Транзишн Свойство Транзишн Что Транзишн Что Это Когда Вы Говорите Левт Райд Какому-то блоку Внутри Лейбла В лейбл Можете добавить Какие-то Спанчики И Просто Говорите Что Когда Чекит То Сдвинуть На Минус Столько И Соответственно Будет Вот Анимация Вот Но Работает Это Именно Вот И Что Самое Классное Не Строчки Джейса Ну Вот Но Это Такой Отход Там Еще Больше Свойств Опасити Визибилити Что-то Но Суть Такова Все Стилите Как хотите Указывайте Файлы Оплот Больше того Как например Показывать Что вы выбрали То Мы можем просто Навесить 10 Ох Ты Блин Точка Чейнж 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 Можно Взять Event В котором Взять Event Точка Таргет И Собственно Там Например Вот Вот Так Сделать Input Тут У нас Будет Спан Который Мы добавим ID File И Мы Говорим File Text Ну This Непонятно все-таки Get Event Я говорю Event Target .files 0 Name Name Да Вроде Name Не изменяет память Но В этом поле Должно Называться Есть Только Их Только Первые Выберите Цикл По Чем По Павлам Ну Делай Что Нужно Только Первый Потому что Я не указал в Input Multiple Мы Можем выбрать Только Один Поэтому Нафиг нам Пробегаться Как Убрать Это Ну Сделать Крестик Я не хочу Ничего Оплатить То Тут Есть Проблема Потому что Просто сказать Input Value Пустая строка Оно работает В последней браунде И может не сработать В Ешнике Может не сработать И Единственный Самый Я так понял Рабочий вариант Который работает Абсолютно везде Это Засунуть Input В форму И у формы Вызвать Метод Reset Вот это Reset Это метод Который Обнуляет Абсолютно Все Убирает Checking Всем Value Убирает Файл Вот И Ну типа Это самый надежный способ И естественно Произойдет Событие Change И тогда Вам тут Нужно будет сначала Проверить Если Files Больше нуля Точка Length Больше нуля Then FileName L Запустая строка Понимаете Да? Даже еще Больше Лучше Если вы не уверены В каких браузерах вы работаете То сначала проверить Есть ли в таргете Вообще Объект Files Вообще Он это поддерживает And FileLength Больше нуля Then Такая херня Вот Да А так В принципе В последних браузерах Если вас Вам насрать На Ешник То в принципе Подойдет просто Value И все Только надо еще Вызвать Событие Change Вы хотите Чтобы Эта штука Обнулилась То есть Если я сейчас Ну у меня там ошибка Выводится Давайте Вот так Значит Консоль И Пишем И мы говорим Трекер Change Неправильно Change То есть Я вызвал Change Он проверил Что FileLength Равен нулю И поэтому Вставил Красиво То есть Можно Вы можете сделать Что Ну Короче Можно Много Что Ну Да 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 Вот Значит Это мы все рассказали За час Вот И Таким образом Можно очень легко Отправлять файлы Аяксом без всяких проблем Единственное Естественно Нужно договариваться С сервером Да Что он их принимает На какую url В каком формате Какие дополнительные параметры Добавлять их В Query Стринг Или В url Там какие-то параметры Чтобы он их распасывал Заранее Либо же добавить В formdata Потому что Это тоже часто Важно Типа Им нужно сначала У него параметры А потом в formdata Или еще что Вот Ну вот Тема вот такая Очень удобно Очень классно Все дела Вот С файлами Больше того С файлами Можно Работать Еще Например Делать превьюшку Для картинок Это можно сделать С помощью конвы Но я Я не готовил эту тему Вот Ну Если А Ну Сейчас Может быть Давайте я просто вам покажу Что это возможно Сейчас Попробую Быстренько найти Значит Jazz Input File Preview Canvas Preview To 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 Generate To Generate A No 2 2 2 2 2 2 2 А вот И вот это тоже Хорошо это тоже быстрое решение так так, файл reader, crc, reader, result, read as data.url, if file, reader, preview, crc, preview, load n, подождите так, preview, это image то есть он прям не на конву, а прям в тег image его запихивать, нифига себе а ну, а еще примеры read as data.url, read as data.url, а тут они создают они создают картинку и crc ему указывают, как этот, да, я понял а можно же, а вот и с конвой, пожалуйста а, с конвой, в чем плохо, что у нее же стандартный размер и типа ее там надо либо как-то растягивать, либо отсчета а с картинкой, наверное, реально намного проще и файл, и релоту а ну давайте вот эту штуку попробуем вот тут, конечно, надо сначала проверять тип, правильно значит это мы вставляем имя файла значит файл reader, onload event мы создаем image, crc и дальше что-то нам еще нужно делать с имейджем с самим имейджем help давайте 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 действительно добавим просто вот сюда Так, и да, им уже дишка нужна. Пре-ю. Тогда давайте. Онлот. CanvasWids. Ааа, они делают просто вот так. Нет, это типа тоже на каналу. Да. Reader Preview CRC присвоит Reader Result. О, вот это вот проще всего. Ааа, ну собственно они же вот это и делают. Ой, 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 ой. Cersei. Carbon Car Retrose. Preview.proc. Давайте это просто туда принесем. Щипка, пробуем, превью, потому что это мне попал по этому файлу. Так. Pictures. Опа. Огромный файлик. Нормас. Не, ну понятно, смотри, ну понятно, что мы можем… Что такое? Опа. Ну да, да, да. То есть мы можем вот так вот задать вид какой-то стандартный, что он не будет его прев… Не, можем… Можем сделать… Класс… ИМГ превью… ИМГ превью… ИМГ превью… Сказать… Макс Витц… Макс Витц… Ну, например… Сколько? Ну, ну, шестьсот… Ой. Серией. Чисто… 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 ИМГ… Нормас. Ну, то есть это тех делайте тоже с ним все, что хотите. Нормально. Чисто… И что интересно, кстати. CRC, Data Image, JPEG Base 64. И видите, как он выглядит. То есть тупотекст. Ну, типа да. Там бывает ссылка, там коротенькая строка, которая говорит, что это ссылка на область памяти. Там что-то… Блок бывает. Тут B64. Этот… И, собственно, кстати, через B64 можно вставлять картинки через CSS. Этот… Ну… Вы говорите… Background Image. Там же можно указать через функцию URL. URL и путь к файлу. А вместо пути к файлу вы можете сказать… Вот так вот. Data Image. Слэш. Тип картинки. Точкой запятой. B64. Запятая. И B64 этой картинки. Если она массюсенькая, как правило, то в принципе в CSS это нормально. Ну, понятно, что тут двухмегабайтная картинка, то ее в CSS глупо запихивать. А, например, ну, если это в CSS какая-то маленькая иконочка, то очень прикольно передавать ее сразу с CSS файлом и не говорить, что типа, пожалуйста, положите CSS файл вот тут, а картинку положите где-то рядом с этим CSS файлом. Вот. И на смайликах маленькие. Ну, да. Картины. Вот такого рода картиночки маленькие. Лобот. Лобот. Не, ну, лобот на несколько цветов, то там будет побольше. И вы же понимаете, что, например, бэкграунд, ну, какой-нибудь, то есть повторяющийся, да? То есть можно сказать, что, ну, только одна полосочка узенькая в один пиксель. Ну, да. И он ее… и у вас целый зарисованный объект. А не так, что там… Весик вообще. Ну, да. И, в принципе, нафига его ложить рядом. То есть заставлять разработчика думать, куда его положить, потому что у него своя структура там, да. Вы положили в папку img, а у него images или еще как-нибудь. А так сразу в CSS файле и все. А? А? Ну, в принципе, ничего не мешает тебе сохранить эту картинку. То есть смотри, я могу вот эту штуку сказать save as, save image as, даже если это просто какая-то в CSS. И оно мне его сохранит. Ты сохраняешь как файл на компе и все. И без всяких проблем. И дальше делать все, что хочешь. Вот. А да. Значит. Что рассказать вам про потоки в ноде? не не обязательно не обязательно то есть по умолчанию мультер тебе просто сам положит куда ты захочешь и тебе не нужно знать про потоки про потоки тебе нужно знать тогда когда у тебя работа с очень большими файлами то есть начинающие любые новички они привыкли работать сразу с полным объемом данных сразу весь массив да что ты можешь знать его длину можешь по нему пройтись и так далее но как правило это работает ну только на небольшой размер данных на небольшой файл небольшой размер строки а что если вам вам нужно обработать знаете какой-то текстовых данных на на десяток мегабайт да то есть ну блин это хрена это блин это 10 метров она весит в этот на файле типа а сколько оно в памяти будет весить да там или еще там ну да вот это это проблема и это особенно проблема в этом в php потому что там они не ворсят так эти потоки то есть они такие зарытые это типа как advanced и люди все время читают полностью весь файл и полностью свет со всем массивом эти этого файла полностью с ним работают короче забивают память и так далее потом вот в ноде же форсят людей сразу учить стримы сразу их понимать потому что и сразу делать все оптимизировать что дают стримы значит стрим потоки да это можно сказать те же промисы но промис он выполняет вашу функцию только тогда когда результат пришел и все и больше ничего у нас один раз отработала и все либо ошибка либо удача поток это нескончаемый ну конечно скончаемый но может быть и нескончаемый поток данных вот небольшими кусочками небольшими порциями вот причем там их не размер может задаваться может не задаваться и так далее вот и значит ну и собственно вы что-то с ним делать и вы можете эти потоки вы их можете комбинировать вот эта фишка в том что ну блин если бы это было просто вот типа читать небольшими порциями то почему бы существовала целая такая структура поток и так далее фишка в том что потоки можно комбинировать что что в этом подразумевается что например один значит один поток например он читает из файла читается из файла ну и собственно кидает следующий поток берет и например скажем это строка эта строка следующий поток например преобразует кодировку например она у нас виндовой халимой какой-нибудь вин 1251 как она там мы ее превразуем в utf кодировку вот следующий поток например разбивает эту строку предположим это csv данные какие-нибудь то есть массив данных который разделен каким-то разделителем запятой точка запятой все что угодно вот следующий поток это преобразует в json и следующий поток это отправляет это по хттп в чем фишка что респонс это в действительности поток он реализован как поток и вы в него можете передавать данные и он эти данные будет потоком отправлять в хттп канал ну то есть данные по хттп они же отправляются не просто тут одним массивом они отправляются пакетами вот то есть небольшими кусочками которые на другой стороне собираются вот и собственно request это именно респонс именно это и реализует он отправляет данные потоком не одним скопом а вот пришли и он сразу отправил очень удобно то есть если к вам данные приходят неравномерно например с какого-то третьего ресурса где тоже зависит от качества соединения да и вы не ждете полностью всех данных а потом передаете по своему каналу а к вам данные пришли вы их обработали и пустили сразу человеку в ответ да там например это картинка да то есть и человек начинает видеть картинку потихонечку но начинает ее видеть а не так что он ждет 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 а потом бум она у него появляется вот значит как как реализованы чтобы разобраться с потоками ноут стрим ноут стрим значите вот они их разделяют на ридабл стримс в райтабл стримс и и дуплекс трансформ стримс ну собственно логично ридабл стрим это те которые генерируют данные в райтабл это те которые собственно куда-то записывают вот то есть как правило на них все и кончается вот ну а дуплекс этот и трансформ это которые берут меняют и дальше пускают то есть собственно конвертация кодировки csv в внутренний объект а потом внутренние объекты в джесон это есть эти трансформирующие вот значит пример файлы да у нас есть в ноде var fs равно require вот и вы же можете просто ну получить тупо весь файл ну двумя способами либо сим тридцинк либо файл рид дайте дай бог память а ридфайл давай на всякий случай но да вот ридфайл да правильно то есть если мы говорим fs3 3 3 файл там и какой-то путь к нему там с . тихо у нас есть в корне ага это наш этот тест есть давайте вот тут писать так кстати сразу чтобы ваш джесный файл шторм выкупал как эту как нодовые файлы то вот так вот тут пишем нода он сразу находит вот эту страничку но джесн нпм мы выбираем заинсталлированную у нас ноду мне куча выбираем enable он качает ну он качает коровы эти библиотеки вот и нажимаем юзать скоб и говорим в тех файлов которые являются нодовскими мы говорим но джескор и но джескор лайбари окей окей и видите и он уже бы ну то есть выкупает все файлы выкупают все модули собственно require выкупает то есть он понимает что это нодовский файл а да запятая function естественно 1 это error мы должны проверять на error а 2 это это данные из файла в формате пб боже мой не блок забыл не блок буфер значит давайте добавим test.xt да но буфер он короче ну это не просто ну короче это массив типа это универсальный тип данных не тип данных а универсальный класс для работы с с бинарными данными то есть не просто с текстом да а там со всякими бинарными данными там ну всяко короче как правило все в типе буфер и чтобы его в строку то нужно говорить ту стрим то есть мы говорим вот так вот консоли лоб об этом нельзя забывать часто будете спотыкаться на этом ту стрим да 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 я вам сейчас покажу значит давно прочитала теперь выводим вот это вот но это универсальный который многие принимают поэтому это это более универсальный что его дальше можно куда-то передать что-то с ним сделать и так далее значит ну так мы ну то есть мы собственно в память запихнули весь объем файла вот а если он был бы у нас огромный то и соответственно вот в этом мы тупо все записали за пиндюрили все в память вот какая альтернатива это креет рид стрим путь вот и что мы делаем стрим у него есть события он и и то есть и вместо за а значит и и Лайн присылает reader.read Например Вот Вот Ну только в нашем случае конечно Этот Оно нам Ну сразу весь файл скорее всего прочитает Потому что он достаточно маленький Надо что-то Что-то побольше По-моему он прочитает по 64 Килобайта Война и мир скупироваешь Не, ну не война и мир Вот Ой-ой-ой-ой Что я здесь сделал? Что за фигни Вот Ну значит почему вот так Фишка в чем? Что он readable Это когда файл Ну создался стрим И он готов его читать И зачем мы делаем вот такую структуру While Reader Read Фишка в том Что Стрим Можно поставить на паузу И это очень прикольно То есть у него есть метод пауз И резюм Вы ставите его на паузу И он просто останавливает чтение на определенном месте Вот То есть зачем это нужно? Например Я Ради прикола Реализовывал Фишку Что Из одного браузера Мы Постим файл Очень большой Какой-нибудь Да Который Во времени загружается Естественно Вот Мультер Его записывал файл И мультер мне давал стрим В writable стрим Я к нему подписывался Ну типа На события Когда он вписывает данные Вот И Через readable стрим Я создавал readable стрим И Читал Ровно столько данных Ну вот Файл пишется Я знаю Что сейчас Что вот Через Следующую итерацию Файл закончится То есть он Точнее не закончится Он еще не дописался Я дойду до конца Текущего конца файла Потому что он же Во времени еще продолжает Писаться Я ставил его на паузу Свой readable стрим Я его ставил на паузу Ждал пока Допишется достаточное Количество данных От первого браузера Говорил резюм Этот дальше читал Читал Я снова дохожу До определенного момента Ставлю на паузу И я когда читаю Я сразу отправляю Этот файл Во второй браузер Вот И например Таким образом Картинку Большую картинку Вот так Можно Он ее отправляет А тут Этот ее уже читает И второй браузер Он не дожидается Пока первый Файл загрузит Потом Там прислать Какое-то сообщение Вы можете посмотреть Он его начинает загружать Одновременно Вы понимаете Что сервер А можно даже вообще Ничего не писать На файл Можно Тупо Один поток Его принимает А другой сразу Отправляет Понимаете Вообще Ничего не записывать То есть я записывал Просто потому что Это кэш Картинка должна остаться А так Один Отправляет Я его принимаю И сразу Отправляю второго Чик-чик-чик И например Просто в памяти Какой-то буфер Типа Временный Типа Отправлять Какими-то нормальными пакетами И так далее Вот И собственно Когда происходит Пауза То Ридер Он Возвращает Ну Типа На текущий момент Данных нет Мы Выходим из While Это Останавливается Потом Снова Когда там Скажут Резюм Снова Появляется Событие Вы Снова Типа Спасибо Читаем 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 Снова Кто-то сказал Пауз Readable Не в ту сторону Снова Это Снова Readable Дочитывает До конца Возвращает Ну Мы выходим из цикла Понимаете Да То есть Очень Такой Универсальный способ Что мы Дочитываем до конца Данных Которые у нас есть Выходим из цикла Все Ждем события Когда заново Появятся данные Вот Когда данные закончатся Если мне не изменяет память То по-моему произойдет Событие End Надо посмотреть То есть Это значит Что все Поток закрыт И никаких данных В нем больше не будет Все Вы можете там Например Посылать Я не знаю Что-нибудь посылать Вот Куда-то в другое место Вот Надо посмотреть Сейчас точно Create Read Stream Вон там всякие моды Auto-Close Например Вы можете закрывать поток И начинать В него плевать Что-то другое Понимаете Start End Это типа с каких мест Начинать С каких байт По-моему Энкодинг Файл мод Флаг Read Можно например По-моему Если сказать XR То это значит Что читать И заблокировать файл Что никто другой С ним работать не может Такое Всякое Вот Да-да-да-да-да-да Вот А ну а события А наверное Вот тут надо смотреть Значит это Writable Readable Вот Значит Вот то что я вам говорил Adding Event Handler Ага Можно Да-да-да Я вам не сказал Что можно Читать данные Через события А можно Через Readable Three states А? Чиплайт Пайп Это труба Переводится как труба Это уже Чуть более А вот End Да Close Data End On Data Chunk Кусочек Error О а вот Readable То что я вам говорил Что А или подождите Или мы у самого этого читаем Да-да-да Мы ничего не получаем Это Сорян 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 Не вот так А вот так Стрим Read Вот так вот надо делать Хотя А Оно же у меня сработало Не А или мы не проверяли Мы не проверяли Сейчас проверим А Снова Буфер Кстати Ну То что я говорил Там слишком мало Там слишком мало А так То можно Вот таким подходом Без Readable А просто по событию Data Тогда будет вот так вот. Проверяем. Получил порции данных? Да, да, да. Может это просто старый способ. Эвент is immediately available to be read from the screen. In some cases attaching a listener for the readable event will cause some amount of data to be read into an internal buffer. There is some data to read now. Also be immediately when the end of the screen data has been reached. But before the end event is emitted. Короче, чуть другой подход, что Readable будет начинаться каждый раз, когда есть данные, и прежде чем вызвать событие End, то есть одним событием вы типа покрываете все на свете, я так понял. Хотя, наверное, надо более глубже разобраться, в чем конкретно разница. Возможно, вам подойдет и вот такой обычный подход типа OnData, OnEnd и все дела. Когда мы читаем большой файл, то OnData занимается чтением файла, когда она закончится чтением, а тут, получается, вы можете на 3 события дополнять, потому что поток пришел на счета и написал. Да-да-да-да. Много поточность, грубо говоря. Все это много поточность. Я бы сказал, тут даже не много поточность, а memory management. Что ты память не так сильно загружаешь, что ты не запиндюриваешь весь файл в память. И плюс, да, ты не ждешь конца полностью всех данных. Ты сразу обрабатываешь, пока данные появляются. То есть ты равномерно нагружаешь так, то ты забиваешь, забиваешь, забиваешь память, потом с огромным массивом работаешь. А так ты быстренько чик-чик-чик-чик, это более производительно. И сразу же пишешь. То есть сразу читаешь, сразу пишешь, сразу все делаешь. И очень это универсально. Это вот... Да, это, например, в том же PHP, то можно реализовать через, не читая весь файл, а вот делать fopen, fread и типа читать файл по кусочкам. Читать, обрабатывать, что-то с ним делать, записывать. И знаете, там типа... То есть держать в памяти все время только кусочек данных. Только необходимый размер данных, который вам нужен. Там тоже самое, например, можно пробовать распарсить JSON файл по кусочкам. Там... Как правило, это делается как, что... Пытаются найти законченную структуру. То есть, например, есть такие всякие библиотеки, что вот если они нашли законченную структуру какой-то объект, то они вам вызывают событие data. И, например, ну то есть у вас какой-нибудь вложенный объект, например, там объект, в нем поле data, в нем поле, там, не знаю, ASD, в нем еще что-то. И там в конце, например, массив из двух элементов. То он сначала вызовет событие для двух элементов. Потом вот для его parent. То есть он нашел уже законченный там один объект. Потом дальше, 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 дальше. Либо же там... Ну там разные можно делать настройки. То есть как... Как читать JSON-File. Вот. И типа вы потихоньку там как-то его подкладываете. Ну, конечно, чаще всего такое используют, когда у вас в JSON просто массив. Массив из дохера элементов. И он просто читает каждый объект по отдельности чуть-чуть. Вот. Там CSV тоже самое распространенное что-то. Читают построчно. Чик-чик-чик. Забивать вам нужно это. Вот. Там по сути какой-то можно прокси сделать сервер. Или чтобы ты с сервером начался написать. Да, да, да. Причем это делается очень просто. Прокси-сервер вообще делается очень просто. Потому что реквест... Ну там пайпы. Пайпы нужно... Пайпы в них залазить долго. И я с этими пайпами тоже толком не разобрался. Поэтому я не буду вам их рассказывать, показывать. Давайте попробуем посмотреть. Ой. В writable streams. Вот. Write, write, write. End. Вот. Ну, собственно, да. Вы создаете readable stream. И как-то... И вот в него простым способом пишите. Создаете, создаёте, создаёте. Вот. События какие-то. Я так рассказываю. Какие-то события, какие-то методы. Вот. Yeah. Finish. Тут немного другие события. Тут вон. Finish. OnPipe. То есть это вот когда появляется новый... Новый... Как это? Маппер. Да? Фильтр, который преобразовывает как-то данные. Вот. И с ним там что-то делать. Можно как-то на него реагировать. То есть мы вместе откроем, а то будет участник это же не реагировать. Давайте я лучше подготовлю в следующий раз нормальный уже урок по этим пайпам. Вот. Но если честно, я в своей работе... Ну, чаще всего достаточно понять, как работает этот стрим, именно ритмы. Как получать вот эти куски данных. Важно понимать, что когда у вас работа с большим объёмом данных, то с ними работать нужно только потоками. Только кусочками. Нельзя забивать полностью всю память. Выжирать. Вот. Ну, собственно, да. В ноде есть несколько подходов. Это очень удобно. Вот. И, собственно, да. Что вы... Из-за того, что это событие в Readable Stream, то, естественно, вы можете подключить кучу всяких обработчиков. Да. И так далее и подобное. Вот. И что? Показать... Нет. Давайте я подготовлю про эти пайпы отдельный урок. И там можно будет показать, что там вот, эту фишку с респонзом, что он-респонз является writable-стримом. Что вы можете написать fs-create-readable-stream.pipe-response. И что получится, что readable-stream будет читать файл, например, картинку, передавать его в response, а тот будет отправлять эту картинку по HTTP. Это очень прикольно, когда вы понимаете, как эти пайпы работают. Вот. Сделать... Ну, знаете, там какой-то объект сделать writable-стримом, чтобы он там сразу... Например. Снова для вот эти все там парсеры, CSV-парсеры, эти конвертеры, то они все, как правило, вот эти вот writable-стримы, что их можно в пайп засунуть очень легко. И код выглядит, знаете, очень просто. Это универсальный такой способ в ноде. Вот. И он позволяет делать много вот таких вот штук преобразований данных и тому подобное. Вот. Поэтому, когда видите пайп, ну, хотите сами там попробуйте раздуплиться, но займитесь лучше чем вы другим. Вот. То есть... Эти пайпы можно не... Ну, просто понимаете, что вот пайп, это значит, что данные идут по этой трубе, и просто вот этим вот writable-стримом они как-то преобразовываются. Этот пайп преобразовывает, а этот пишет в файл. И типа, ну, окей. Этого понимания пока вам будет достаточно. Вот. Ну, естественно, но ридер это важно. Вот. Заработать с файлами, их нечтение, это важно. Вот. Ну и все, наверное. У вас не так. Но... Ну и все. Пока. Все. Ну и все. У нас все. Ну и все. У нас все. Могу. вот эти славы, Продолжение следует...